делаем наши ворота продолжаем дело осталось теперь за водостоком копаем яму вот я сделал так там где колеса будут чтобы было больше выступала больше бетонные языки копаем яму от края нашего желоба где-то глубина 350 миллиметров потом его забудем крупным крупными осколками от ворот то что когда мы разбирали ворота и зальем бетоном края за делаем детям камнем вот он выложен края желоба вот выбираем потихонечку землю итак наша яма выкопана на дно я уже уложил куски старые асфальта которые были во дворе вот видно что они здесь выложены будем еще ложить куски стены которую мы взяли при изготовлении пристройки и строительный мусор который образовался при отделке дома утеплителем мы ничего не выбрасываем все и будем использовать здесь я достал приблизительно полтора куба земли то есть но вот полтора куба строительного мусора у нас уйдет я решил назвать этот метод живое строительство то есть ничего не выкидываем все используем в дело сейчас покажу сколько у нас строительного мусора то есть ну часть его уйдет вот наша мусор который образовался при отделке флигеля утеплителем вот эта бита старая штукатурка и куски еще забора от соседей там видно забор вот мусор который образовался у нас при установке ворот и часть еще старого мусора с ремонта дома но это со двора еще куски повыковыривали разрушенного асфальта это тоже он колонна с забора тоже мы ее используем так сделали армирование проволочкой там где под колеса усиление и скатанки сейчас будем заливать высота стяжки где-то 70 100 миллиметров тут надо будет по уровню докладывать еще ко мне надо будет сейчас доложим вот по щебнями растворчик так нашу армирование мы залили сейчас будут тонкий слой раствор и без щебня подровняем будет черновая подготовка а потом уже будем ложить плиты желоб делать и все остальное коммуникация наша вот так вот после того как наша черновая стежка застыла вот подобрали мозаику и будем выкладывать камни одну где-то течение два дня после отливки то есть но она схватилась она еще не застыла раствор будем делать с песком с добавлением чуть-чуть плиточного клея чтобы он более пластичный был выложили мы первый ряд получается и даем ему застыть потому что раствор с добавлением плиточного клея он такой пластичный становится а камни массивные и подушки тут некоторых местах мы воды больше 50 миллиметров подушку делали не даем застыть потом выложим остальные камушки здесь и он дальше и промежутка зальем сделан уклон слева направо где-то градусов около 5 здесь 350 миллиметров мы оставили между камнями и желобом здесь чисто зальем чисто раствором пепки москором думаю 355 миллиметров плита будет достаточно придави свой край слив как получается опускай придави чуть-чуть подержи раз-два вверх подымаю и подымать быстро быстро за венитку опускай не бойся пускай еще дави при чуть придави об держи подымаю 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 опа а видишь придавиться дайте до 10 подымаем вот на желоб готов сейчас будет генеральная проверка все высохло уже хорошо генеральная проверка репетируем сильный ливень девочки на раз-два-три раз-два-три быстрее быстрее все 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 быстрее быстрее все что можно переливы ворачиваете вот водичка пошла пошла да вот это имитируем сильный ливень как будто много воды он все туда прям уже заструилась сейчас посмотрим вот здесь вода скапливается в одном месте но мы тут осыпем землю и посадим травку ну и с этой стороны вылилось желоб сухой водичка в нем не застаивается